Здравствуйте, мои дорогие! Ирина Бьёрна и Белкниги представляют сегодня новую программу, новая программа о диете, о диете, как правильнее питаться. У меня патент на диету, которая называется энергетическая диета. И вы уже знаете, например, что часть из энергетической диеты, это, например, как сделать зелёный сок и почему он важен. Мы с вами идём дальше. Одна из частей энергетических диет называется очищение организма. И это очищение называется белый лотус. Так вот, в белом лотусе нужны есть специальные сухие хлебцы. Так вот, сейчас мы их с вами, прямо сейчас, сделаем вместе. Что нам нужно? Нам нужны, посмотрите сюда, льняные семечки, обычные льняные семечки. Нам нужны семечки сезама. Семечки сезама, они бывают двух сортов. Они бывают чёрные и белые. У меня тут чёрный сезам. И в программе будет объяснение, почему же чёрный важен. Можно использовать семечки от тыквы. У меня их сегодня нет, у меня есть подсолнечные семечки. Их мы будем использовать. Нужна, нужна кофемолочная машина, для молки муку. Мы не используем муку, мы сделаем специально. Нужна вода, отфильтрованная вода, как я говорю, всегда очень важно, чтобы вода была хорошего качества. У меня она отфильтрована, плита уже нагревается, 175 градусов, 30 минут. Но самое главное, нам ещё нужно пропвень, нужна бумага, мочёная бумага для пучки и скалка. Итак, начнём наш процесс. Две столовые ложки семян льняных льняного семени, две столовые ложки. Мы кладём в стакан воды и заливаем один децилитр воды. Она должна настояться, вот у меня уже она настоялась, я немножко сделала заранее. 45 минут, 45 минут минимально. Почему 45 минут? Потому что тогда она выделяет такую слизь, и вот эта слизь сделает так, чтобы наш хлебушек, наши свихие хлебцы запеклись вместе и сделались вкусными. Промалывать льняное семя нельзя. Льняное семя входит и выходит. Если его промолоть, там содержатся специальные вещества, которые нарушат работу вашего желудка. Эти льняные семечки дают коровам, и тогда корова даёт очень хорошее молоко, и у них очень хорошо работает живот. Если у вас проблемы с животом, вы всегда можете использовать это льняное семя, например, с йогуртом. Помните, что его нельзя жевать, его нужно глотать. Поэтому мы его размочили, он простоял, посмотрите внимательно, 45 минут. Видите, тут образовалась такая слизь немножко, и увеличился объём сильно. Ещё раз повторю, 2 столовых ложки на 1 децилитр воды. Рецепт будет под экраном. Так, теперь мы берём, кладём в кофемолку одну столовую ложку семечек сверху. Посмотрите, как я беру. Сверху кладём. Сегодня у меня нету, в рецепте написано, что чуть-чуть побольше положу. Семечки от тыквы. У меня нету тыквенной семечки, потрясающе хорошо действует на организм. Но у меня сегодня семечки от подсолнуха. И чёрный сезам. Чёрный сезам имеет и тоже одну ложку, да? Одну полную чайную, столовую ложку. Одну столовую ложку положили. Сейчас мы из этого сделаем муку. Чёрный сезам действует на почке. Посмотрите, значит, часть моей программы, которая запатентована в США, через неё прошли очень многие люди, через эту диету, энергетической диеты. Она основана на индексе тела, то есть на вашем индивидуальном индексе. Вы можете это тоже заказать у нас, эту диету, и посмотреть, в чём она заключается. Она динамическая, то есть изменяется ваше тело, изменяется диета. Вот, сейчас мы перемолим. Так вот, чёрный сезам действует больше на почки, белый сезам действует больше на лёгкие и систему пищеварения. В этом всё отличие. Так, теперь мы будем размалывать. Вот я подошла и размалываю. Маловать нужно до состояния очень мелкой муки. Всё перемололи очень хорошо. Чем важен этот рецепт? Мы не используем муку в этом рецепте. Совсем не используем муку. То есть мы используем углеводы. Зато у нас очень богат этот рецепт омега-3. Омега-3, ваш мозг состоит из омега-3, поэтому, кроме того, омега-3 влияет на все сухожилия. То есть на то, чтобы у вас все суставы работали правильно. Сейчас мы всё до одной крошечки выкладываем из этой кофемолки. Кофемолка, конечно, должна быть чистая от кофе. Пока вы делаете эту муку. Мука жирная, прямо это чувствуется. Вот она у меня тут. Видите, мука. Вот столько получилось муки. Хватит нам на 10 маленьких хлебцов. Туда кладём стакан размоченного семени. И вот у нас приготовление готово. Практически 45 минут, как я вам сказала, достаточно, чтобы размочить. У меня простоял чуть подольше, потому что меня не было. Я ездила в магазин. И теперь мы ложкой очень это хорошо перемешиваем. Так как у нас сезам был чёрный, получилось немножко темноватый. Будет как чёрный хлеб. Так, теперь добавим чуть-чуть соли для вкуса. И для того, чтобы вкус был лучше. Вот тибетской соли розовой. Вот, посмотрите. Сейчас я её открою. Вот она там, розового цвета кристалла. Мы положим чуть-чуть, где-то полтора грамма, не больше, на все эти 10 хлебцов, чтобы просто было вкусно. Это очень важно, чтобы было вкусно. Так, готово. Очень хорошо. Теперь кладём, на противень кладём бумагу. Масло мы не используем. Бумагу кладём. И выкладываем наш, то, что у нас получилось, наше хлебки будущие. Выкладываем сюда. Очень хорошо. Всё как следует. Сейчас я их выложу. Всё до конца. Потому что нам нужно... Сейчас мы попробуем. Попробуем всегда хорошо. Что мы дальше делаем. Мы берём ножницы. Отрезаем. Я режу бумагу. И кладу сверху слой на эту нашу... То, что у нас получилось. Посмотрите сюда. Я кладу второй слой бумаги. Второй слой бумаги аккуратненько. И такой уже приблизительно размеры делаем. Готово. Такая нам больше не нужна. Теперь мы... У нас тут получилась двойная бумага. Видите? Значит, если вы видите, вот он у меня под бумагой находится наш... Наша мука. Или... Как хотите это называйте. Теперь мы его растягиваем. Где-то должно быть толщиной полтора-два миллиметра. Вот можно взять скалку, чтобы было красиво. И прокатать скалкой. Будет еще красивее. Вот. Так. Теперь мы берем нож. И тупой стороны ножа мы делаем вот такие вот маленькие. Мы не режем. Мы просто делаем надрезы. Чтобы у нас получилось, как я говорю, из такого количества получается около 20 листов. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Видите? Вот так получилось. То есть я не прорезала. Я просто сделала такие отметки. Теперь все готово. Видите? Очень быстро. Все готово. И мы ставим наши хлебцы в печку. Печка 175 градусов. Мы ставим в середку на 30 минут. Встретимся через 30 минут. Полчаса прошло. Мы вынимаем из плиты наши хлебцы и посмотрим, что получилось. Так, выключаем плиту. 175 градусов. Опять сейчас покажу вам. 175 градусов было. Сейчас мы выключим плиту. Достанем наши хлебцы, которые стояли ровно 30 минут. Следующее, что мы сделаем, мы их не будем охлаждать, а мы горяченькими их должны, не горячими, конечно, тепленькими, должны их разделить на те полосочки, которые мы сделали ножом. Сейчас я это сделаю. Парижки мне сделала моя милая сестра. Посмотрите, какие хорошие, красивые. Так, мы посмотрим, все испеклось чудесно. Добавляем тарелочку. Иногда бумагу я даже в второй раз использую. Ничего страшного нету. И теперь аккуратненько их разделим. Очень тоненькие получились. Вот посмотрите, какие они получились. Вот такие тоненькие хлебчики. Они должны остыть, конечно. И мы их разделим на красивые квадратики. Разделяются они легко. Получается вот такой красивый, почти прозрачный квадратик. С чаем просто будет чудесно. Еще раз повторяю, можно их делать с разными семечками. Это вы можете сами поэкспериментировать. Какие семечки лучше. Рецепт у вас под экраном. Рецепт у вас под экраном. Эти хлебцы входят в диету белый лотос. Это называется диета, часть энергетической диеты, которая очистительная диета. Перед тем, как перейти на новую диету, я предлагаю людям очиститься. Потому что иногда сильный переход с одной диеты на другой может вызвать какие-то неприятности. Нужно сначала немножко привести в порядок ваш желудок. А потом... Сейчас попробуем. Маленький кусочек. Очень же получилось вкусно. Всем хорошего настроения. Посмотрите диету, посмотрите, что это такое. Очень вкусно будет, например, с простоквашей утром. Простокваша должна быть живая. Настоящая. Ваша. И... Хорошего здоровья всем! От Ирины Бьерна и Беллбукс. Книг для простой жизни. И канала Молодильные яблоки. ПОДПИСМЕНТЫ 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 ПОДПИСМЕНТЫ